Открой Енисейскую Сибирь Открой Енисейскую Сибирь Открой Енисейскую Сибирь Открой Енисейскую Сибирь Продолжение следует... 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 Сибериан Пауэр Шоу 2023 Good evening Crystal Arena Hello Krasnoyarsk We are delighted to see all the true sports lovers the devoted fans our friends our dear spectators at the final gala of the 8th Siberian Power Show 2023 International Multisport Festival For two days we have been watching the qualifying event we've seen it all the tough competitions the tears of defeat and the joy of victory but now it's time to draw the results today we will see the main events of the festival the best of the best will be in the mid-final and finals of the absolute championship for armwrestling we will find out who is the strongest in the world of strength Russia, Iran, France or the United States and of course, we will wait the final performances in the bodybuilding and fitness today we will see the main events of our festival the best of the best will come together in the semifinal and the final of AMC absolute armwrestling championship the strongmen of the world will give us an answer to the question who is stronger the athletes of Russia Iran, France or the USA and we will enjoy the final events of bodybuilding and fitness bikini сегодня только лучшие из лучших сегодня настоящий спорт мы начинаем фестиваль финал Siberian Power Show 2023 ваши аплодисменты and I only the best of the best are here only real sports we begin the final of the Siberian Power Show 2023 with a round of your applause для приветствия участников и гостей 8-го международного мультиспортивного фестиваля Siberian Power Show 2023 и за чтение приветственной речи заместителя министра спорта Российской Федерации Одесса Хасаевича Басултанова на сцену приглашается директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Сергеевич Уразов Доброе утро! Добрый вечер Красноярск! Добрый вечер Красноярск! Разрешите зачитать приветственные слова участникам организаторам гостям международного спортивного фестиваля Siberian Power Show в Красноярске Дорогие друзья от имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствую участников организаторов и гостей международного спортивного фестиваля Siberian Power Show Это спортивное мероприятие с каждым годом становится все более масштабным объединяя профессионалов и любителей силовых видов спорта В год столетия Министерства спорта Российской Федерации в самом сердце Красноярского края собрались спортсмены и болельщики мастера и сильнейшие атлеты обладатели сил и мощи те кто готов сегодня вписать в историю свои достижения Уверен что соревнования пройдут на высоком уровне а участники порадуют высокими результатами яркими мгновениями и красивыми победами Желаю участникам заслуженных побед а зрителям положительных эмоций Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одесс Касаевич Басилтанов Дорогие друзья и от себя лично я хочу сказать что для меня как для красноярца особенно приятно что в центре России в центре Сибири происходит это удивительное спортивное событие сочетание силы мощи грации красоты сочетание очень многих видов спорта я хотел бы поблагодарить всех присутствующих здесь почетных гостей руководителей представителей федерации которые присутствуют в Красноярске тех спортсменов которые приехали особенно для нас сейчас очень ценно что к нам приехали спортсмены из других стран это особенно приятно хотел бы отдельно поблагодарить человека на котором мне кажется на его плечах держится все это мероприятие мне кажется его должен знать как минимум каждый второй в этом зале Дениса Киуцина, который сделает это мероприятие и хотел бы ваших аплодисментов ему. Всем хорошего праздника, всем хорошего проведения мероприятия и времени в Красноярском крае, всем побед! From myself, I would like to say that I'm very happy to see that such an event, such a beautiful combination of power, gracefulness and beauty takes place here in the heart of Siberia and in Красноярск. I want to thank all the organizers, guests and athletes, and especially the person who should be thanked for the entire organization of the event. This is Денис Киуцин. Let's give a big round of applause to him and all the organizers. Thank you. Спасибо, Максим Сергеевич. Приглашаем вас присоединиться к нашим уважаемым зрителям в зрительном зале. Thank you, Mr. Urazo. Please, take your seat. И, дамы и господа, мы начинаем наши финальные состязания. И спортивную часть финала открывают уважаемые армрестлеры, представители чемпионата AMC. Приветствуем ведущего турнира друзья Аркадий Бесовнов. Денис и джентльмены, мы начинаем финальные события нашего фестиваля. Денька открывается с АМС Абсолютом Армрестлером Чемпионшем. Приветствую, Красноярск! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, на главной сцене Сибириан Пауэр Шоу, вы увидите финал абсолютной, самой престижной весовой категории, профессиональной лиги армрестлера АМС. Аркадий, расскажите, пожалуйста, что происходило на вот этих столах во время заруб на протяжении всего турнира? Насколько горячими были схватки? И что нас ждет сейчас по вашему прогнозу? Сегодня на нашей сцене мы провели четыре весовых категории, где боролись сильнейшие спортсмены не только России, но и звезды мирового армрестлинга. Конечно же, поединки были очень яркими, ведь призовой фонд турнира составил 96 тысяч долларов. Друзья, в каждой весовой категории чемпион забрал 7,5 тысяч долларов. И сейчас сильнейшие спортсмены из каждой категории предварительно боролись в абсолютной весовой категории. И четыре самых сильных спортсмена мира сейчас выйдут на эту сцену. будут очень интересные пары, очень интересные состязания. И что самое главное, друзья, в финале абсолютной весовой категории уже определился один спортсмен из Красноярска. Уже скоро вы узнаете его фамилию. Итак, дорогие друзья, насколько я могу судить, стол готов, а это тот самый необходимый минимум для того, чтобы финал чемпионата состоялся. Ну что, друзья, за поединок на выход в финал встречается Силаев Дмитрий. Просьба выйти на сцену заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Кубка мира среди профессионалов. И что самое главное, он представляет город Красноярск. Его соперником является мастер спорта международного класса из Москвы. Чемпион мира, чемпион Европы. Спортсмен, который сегодня боролся в категории 95 килограмм, но решил бросить вызов супертежам. Встречаем! Роман Филиппо! Каждый из этих спортсменов Спортсменов провел минимум по 5 затяжных поединков. Оба спортсмена устали, но, конечно, немного сил они сэкономили для полуфенала и пенала. Итак, спортсмены не смогли взять захват. И по правилам армрестлинга судья устанавливает так называемый судейский захват. Любое движение без команды судьи наказывается фолом. И если спортсмен получает два пола, он получает поражение. Вес Дмитрия Силаева около 160 килограмм. И все-таки супертяг зарешал и судья отдает победу Дмитрия Силаева. И Дмитрий Силаев выходит в полуфинал. Ну что, друзья, буквально через одну минуту мы с вами увидим полуфинальный поединок. В которой, как мы знаем, уже вышел Дмитрий Силаев. И его соперник, внимание, друзья, это спортсмен из весовой категории 75 килограмм. Он выиграл категорию 75 килограмм. И после того, как он одержал победу в своей категории, он добрался до полуфинала абсолютки. Ну что, друзья, встречаем представитель Красноярска Дмитрий Силаев, заслуженный мастер спорта. Чемпион России, чемпион мира. Чемпион of Russia and champion of the world. И его соперник. Трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. И его соперник, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Встречаем! Алан Залоев! Алан Залоев, пожалуйста, привет! Друзья, об этом сложно поверить. Но разница между спортсменами в весе около 60, нет, даже не 60, больше 90 килограмм. Но, как мы видим, несмотря на то, что Алан дошел до полуфинала, чудо не произошло. И Дмитрий Силаев одержал победу. Дмитрий Силаев wins. Ну что, уважаемые зрители, и сейчас вам предстоит узнать имя того человека, того финалиста, который первым вышел без поражения в финал. Это один из сильнейших спортсменов мира. Семикратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Победитель, золотой призер турнира ТОП-8. И, что самое главное, он представитель города Красноярск, друзья. И, самое главное, он представитель города Красноярск, друзья. Виталий Лалитин. Виталий Лалитин. Ваши аплодисменты, друзья. Ну что, друзья, и его соперник, который уже отдохнул три минуты и готов на финальный поединок. Заслуженный мастер спорта России. Встречайте, Дмитрий Силаев, Красноярск. Мастер спорта Дмитрий Силаев, Красноярск. Уважаемые зрители, на кону этого поединка стоит призовой фонд 15 тысяч рублей от лиги АМС. Ой, нет, 15 тысяч долларов от лиги АМС. Тот, кто займет второе место, получает 7 с половиной тысяч долларов. И в втором месте Силаев получает 7,5 тысяч долларов. Эти спортсмены уже неоднократно встречались на профессиональных турнирах разного уровня. И несмотря на то, что эти спортсмены давно знают друг друга, каждый раз исход бывает разным. И несмотря на то, что они знают друг друга за очень долго, каждый раз результат невероятный. Сегодня в предварительных поединках, в категории 95+, победу уже одержал Дмитрий Силаев. Дмитрий Силаев уже получил победу в весе более 95 килограмм. Но вот начинается затяжной поединок на центре. И вот начинается. Виталий Сержевый, захват. Мы готовы увидеть результат. Дмитрий Силаев пытается продавить массой. Дмитрий Силаев делает его best, чтобы отвергать его противник. Но угол 7-кратного чемпиона мира Виталия Лалитина не так уж просто растянуть. Но это не так сложно, чтобы отвергать чемпиона мира. Друзья, давайте дадим немножко шума ваши аплодисменты спортсменам! Это сильнейшие спортсмены нашей планеты! Буквально несколько спортсменов в мире могут стоять с ними на равных. И оба они из Красноярской земли! Уже силы на исходе, но они один не сдаются! Уже силы на исходе, но они один не сдаются! Только это наказывается одним фолом! Поединок проходит до двух полов, поэтому Дмитрию надо быть особенно внимательным! Дмитрий должен быть очень внимательным, потому что максимум номер на фолс-эллоусе является 2! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Торнамент в Русланской Гистове ar Tournament Субтитры создавал DimaTorzok В Лиге АМС на Сибириан пауэр-шоу становится представитель Красноярска, Виталий Ларитин Дмитрий, это был великолепный поединок. Я вижу, как ручьи пота текут с его лица. Дмитрий, скажи, чего не хватило? Я вообще сейчас кайфанул, самое главное. Сил не хватило, Марин. А так все классно. Друзья, аплодисменту этому добряку-тяжеловесу из Красноярска. Давайте дадим огромный ряду аплодисментов к Дмитрию. Виталий, ну ты показал сегодня просто урок мужества. Сегодня, когда ты прошел категорию 95+, и ты занял там второе место, все зрители напряглись. Но все же, в абсолютке, ты впервые за четыре турнира Лиги АМС, и ты наконец-таки стал чемпионом. Ты взял реванш у Дмитрия Силаева. Как ты это сделал? Расскажи нам. Я очень долго шел к этому. И просто-напросто в категории я решил сохранить силы для того, чтобы хорошо выступил в Силюрске. Ведь у меня такого пояса еще не было. Теперь мне рулит он. Друзья, ваши аплодисменты. И самое главное, это подарок от ребят в Красноярску. Два заслуженных мастера спорта, два многократных чемпиона мира. И здесь, на Красноярской земле, они борются за звание лучшего. Ну что, еще раз, ваши аплодисменты. Благодарим организаторов фестиваля, Сибириан Пауэршоу, ну и, конечно же, команду профессиональной Лиги АМС. Друзья, награждение у нас пройдет чуть позже. Мы благодарим организаторов и профессиональной Лиги АМС. Спасибо, друзья, за такую замечательную энергетику и поддержку. И прямо сейчас мы переходим к еще одной потрясающей, зрелищной силовой дисциплине. И разобраться в ней нам поможет очень компетентный человек и ведущий турнира. Президент Федерации силового экстрима России. Василий Грищенко. Здравствуйте, дорогие друзья. Рады всех приветствовать в Красноярске самое сильное, самое красивое событие. Начало апреля в Кристалл-арене. Финальный день, финальные церемонии, финальные соревнования Сибириан Пауэршоу. Мультиспортивный фестиваль, который в течение двух дней проходит уже в нашем городе. И вот сегодня завершается и сегодня заключительные баталии сразу в нескольких силовых дисциплинах. Готовится сейчас турнир по силовому экстриму. И давайте ведущего этого турнира послушаем. Василий Грищенко будет листи соревнования по силовому экстриму. Несколько раундов этих соревнований нам предстоит с вами увидеть. Нас ждут финальные поединки атлетов-силачей в двух дисциплинах. И одна из первых дисциплин это подъем гигантских гантелей. И сегодня мы будем прононсировать финальный баталл из сильных атлетов. И первый раунд проанонсировал Василий Грищенко первый раунд. Подъем больших гигантских гантелей. 110, 130, 146 килограммов. 130 килограммов и рекордная гантель, которая есть только здесь, в Красноярске. 146,5 килограммов. 146,5 даже килограммов. 11 атлетов примут участие в турнире по силовому экстриму. И сейчас вот последние декорации. 146,5 килограммов. Потому что мировой рекорд в подъеме гигантской гантели принадлежит польскому атлету Матеушу Келешковскому. И он равен 146 килограммов. Но мы здесь, в Красноярске, не останавливаемся, идем вперед. И сегодня атлетам будет предоставлена попытка побить мировой рекорд. Мы немножко добавили, всего лишь полкилограмма. Но этого будет достаточно, чтобы рекорд состоялся. Ну вот, вы все слышали сами, да, в попытке побить мировой рекорд польского силовика будут сегодня 11 атлетов состязаться. Но вообще в Сайбериан Пауэр Шоу в разных дисциплинах принимали участие не только россияне, но и представители других стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, Франции, Ирана, Суринама, Грузии. Поэтому очень представительный восьмой мультиспортивный фестиваль получился. Сайбериан Пауэр Шоу в Красноярске. И очень, очень, конечно, зрелищно и красочно наши финальные баталии проходят. Сейчас помост монтируется на сцене. И все же, Василий, прошу вас как эксперта, вкратце, поведайте нам о борьбе, которая проходила вчера в различных дивизионах и, конечно же, самое главное, в профессиональном дивизионе, которого мы продолжение сейчас ждем с нетерпением. Александр, благодарю. Мне было очень приятно вчера вести эти жаркие состязания. Хочу заметить, что вчера у нас завершили соревнования среди любителей. Был отборочный этап соревнований среди профессионалов. А сегодня утром впервые на Сибириан Пауэр Шоу соревновались женщины. Это было впервые, но я думаю, это станет постоянным атрибутом Сибириан Пауэр Шоу. И вы, Александр, как раз комментировали. Скажите, кто у нас стал чемпионом среди женщин? Екатерина Зайцева. Ну, конечно же, это наша Катя Зайцева из Магнитогорска. Мы вкратце напомнили предыдущим сегодняшний вечер, и сейчас трениров по силовому экстриму, как проходили соревнования среди любителей. И в женском, в том силовом экстриме, состязались сильнейшие представители прекрасного пола. И Катя Зайцева выиграла. Но сегодня мы, вот, девушек, не увидим. На помосте 11 профессионалов, прошедших отборочный тур, будут сегодня выявлять сильнейшего. На состязаниях присутствуют атлеты не только из разных уголков России, но и из Соединенных Штатов Америки, Франции и Исламской Республики Иран. Да, и, если я правильно понимаю, еще в командах будет в турнире тоже решаться. Такая же страна у нас является самой сильной. Также, дамы и господа, у нас сегодня будет небольшой, но классный музыкальный эксперимент. Я вам представляю по правую руку от меня группу Хитбэк. Помимо наших комментариев и переводчика, в самые ответственные и эпичные моменты соревнований эти парни, играющие тяжелую музыку своими крутыми рифами, будут поддерживать атлетов и атмосферу перед сценой здесь, в зале. С их музыкой, с их гитарными рифами, эти парни будут поддерживать атмосферу, которую сильные ребята будут создать здесь, в Кристалл-Арене, в Крослаерске. Также хочется уточнить у Василия по поводу тайминга. Ведь время для работы с гантелями не бесконечно. Сколько у нас есть минут на один подход у каждого атлета? What is the timing for each dumbbell set? Друзья, время, отведенное каждому атлету, ровно две минуты. Объясню правило. За две минуты атлету необходимо поднять самую большую гантель. Но это, естественно, сделает его победителем и принесет ему наибольшее количество баллов. Атлет может подходить произвольно. Он может начать упражнения с самой тяжелой гантели, рекордной, потом вернуться на гантели более легкого веса. Или наоборот, начать с самой легкой, 110 килограммов, и в процессе двух минут поднимать более тяжелые гантели. Но, конечно, самым почетным будет читаться подъем самой тяжелой гантели. Он ценится выше всего. Абсолютно верно. И я хотел бы немножечко объявить результаты прошлого дня, если у нас есть возможность и нам позволяет время. Итак, на одиннадцатом месте атлет из России, Рамиль Рамазанов. На десятом месте российский атлет Александр Кузьмин. Девятое место атлет из России, Валерий Савин. Восьмое место атлет из России, Пётр Бухонов. Седьмое место атлет из Соединенных Штатов Америки, Уэсли Клаборн. Шестое место атлет из Франции, Арилен Лежон. Пятое место атлет из Ирана, Риза Гейтази. Четвертое место атлет из России, Давид Шамей. Третье место атлет из России, Владимир Булгаков. В третьем месте атлет из России Владимир Вулгаков. И основная борьба развернулась между двумя атлетами из России и из Ирана. На втором месте атлет из Ирана Бейман Махарипур. И на первом месте атлет из России, который представляет Омскую школу силового экстрима, Дмитрий Скосырский. И на первом месте атлет из России, который представляет Омскую школу Дмитрий Скосырский. И прямо сейчас, дорогие друзья, спортсмены готовы вновь вступить в борьбу и вступить на этот помост прямо здесь, на сцене Сиберин Пауэр Шоу. Ну что, друзья? Атлеты готовы к степке. Ну что, друзья, вы готовы к большому силовому шоу на Сибириан Пауэр Шоу? Тогда мы начинаем. И на помост приглашается атлет из Соединенных Штатов Америки, Уэсли Клабор. И на площадку я приглашаю международного рефери, президента Американ Стронгмен Корпорэйшен Дион Мастерс. Дион Мастерс. Интернешнл рефери Дион Мастерс. Итак, внимание. Болельщики готовы! Are the fans ready? Support the athlete with your applause. 110 килограммов. 110 килограммов. Следующий вес, 130 килограммов. Попрошу аплодисменты и поддержку нашему гостю, Уэсли Клабор. The next dumbbell, 130 килограммов. Support the athlete. Отлично! К сожалению, неудачный подход. Да, дорогие друзья, фиксации и подтверждений судьи не было, и спортсмен снова возвращается к более легкой гантели для того, чтобы набрать определенное количество баллов в этом упражнении. Unfortunately, the dumbbell wasn't held for enough time. Ничего страшного, я думаю, все будет хорошо. Не переживайте. Судейский корпус бодибилдинга до вас не долетит. Друзья, поддержали американского атлета. Мы вас не слышим. Let's support the athletes from the USA. Два подъема зафиксировал атлет Уэсли Клабор. Вес гантелей, напомню, 110 килограммов. 130 не покорились. Три подъема. Достойный результат. Не забываем про поддержку. Don't forget about applause. Четыре повторения. Four reps done. Отличный результат. Аплодисменты. Уэсли Клабор. Четыре подъема. Вес гантели 110 килограммов. А сейчас на нашу площадку я приглашаю атлета из России. Он представляет город Кузнецк. Рамиль Рамазанов, друзья. Встречаем. Рамиль Рамазанов, друзья. Поддержали. Поддержали. Поддержку. Поддержку, поддержку, друзья. Есть один подъем. One rep recorded. Друзья, поддерживаем. Поддерживаем Рамиля. The athlete needs our support. Два подъема. Два подъема. Два подъема. Напоминаю, лучший результат показал Уэсли Клаборн. Четыре подъема. Друзья, поддержали Рамиля. Я вас не слышу. The best result thus far is the result of Wesley Клаборн. Four reps. Let's support the athlete. А вот уже и три. Three reps done. Одну минуту остается работать атлету. One minute left. Ай да красавчик. Ай да красавчик. Четыре подъема. И у Рамиля примерно еще сорок секунд. 40. Да, я не ошибся. Друзья, ну что же мы молчим? Что же мы не поддерживаем нашего богатыря? Не смолкают аплодисменты. Keep making noise. И он делает это. Равиль Рамазанов. Пять подъемов. And he does it. Five reps. Еще есть время. И я посмотрю, сколько же остается. 15 секунд. Еще 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 6. 4. 3. 2. Не успевает. Аплодисменты Рамилю. Но это лучший результат. Пять подъемов. Очень хорошо добавил Рамиль с прошлого турнира. Пять. Пять. Итак, Рамиль обошел своего преследователя на одно повторение. So, Рамиль showed a brilliant result of five reps, which is the best result so far. Итак, следующий атлет представляет Российскую Федерацию из города Курган. Петр Булхонов. Ваши бурные аплодисменты. Есть одно повторение, и Петр будет пробовать 130. Друзья, у нас есть правило, тяжелее вес, громче аплодисменты. Пять. 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 Поддержку! Поддержку атлету! К сожалению, никак не удается зафиксировать гантель в заключительной позиции у атлета, но он продолжает бороться под ваши аплодисменты! К сожалению, Атлет не успел выполнить рэпы, но он продолжает пробовать! Друзья, мы слышим крики поддержки иранской сборной! Из-за трибун поддерживает тренер во все горло, советует, но... Остается, друзья, 20 секунд для того, чтобы Пейман Макерибур сделал успешную попытку, поэтому я попрошу поддержать его аплодисментами! 20 секунд для Пейман Макерибур! К сожалению, ни одного повторения не зачислили! К сожалению, ни одного повторения не записывали! Друзья, Пейман Макерибур, по нашим правилам, получает нулевую оценку в этом упражнении, то есть ему не будет начислен ни один балл, потому что он не справился с начальным весом. А я готов объявить атлета, который, я так думаю, сегодня предпримет попытку, чтобы побить мировой рекорд! Но мы сейчас с вами это и увидим, и узнаем! Итак, на помост приглашается атлет из России, он представляет город Белгород! Встречайте! Давид Шабей! Давид выбирает сразу гантель весом 130 кг. На 110 он даже не готов выйти размяться. Давид takes a dumbbell of 130 kilos. Давайте поддержим его! Настолько крутой выбор! Кстати говоря, Давид – один из самых легких атлетов, но при этом очень сильный. Давид – один из самых легких атлетов, но он очень сильный. И Давид легко справляется с весом 130 кг. Еще ни одному атлету на нашем турнире не удалось зафиксировать этот вес. И вы видите, что рекордная гантель весом 146,5 кг уже на старте. Друзья, я попрошу поддержать Давида. Россияне – гости Красноярска. Попрошу бурные аплодисменты, поприветствовать его. Будет рекордная попытка. Давайте все вместе попробуем сделать этот рекорд. Красноярск зашел, друзья. Ваши аплодисменты! Да, тяжелая гантеля, сразу видно. Но все-таки Давида еще есть время, и он продолжает выступление, но уже с той же гантелей 130 кг. Давид продолжает свою перформацию с 130 кг. Которая, напомню, никому кроме Давида не покорилась. К сожалению, неудачная попытка, но это время закончилось. Одно повторение, Давид Шамей – 130 кг. Аплодисменты! И тем не менее, это лучший результат и высший балл на данный момент. Я понимаю, что наши спортсмены вчера потратили очень много сил, и сегодня действительно они уже на исходе. Просто Давид Шамей делал какие-то невероятные результаты. Буквально за 3-4 недели до турнира он побил мировой рекорд у себя в гараже. Гантель была весом 149 кг, и он поднял ее на два раза, друзья. Вот видите, как готовились наши атлеты. Но все-таки соревнования отличаются от тренировок. Конечно, друзья, сказывается утомление даже железа. Гантели не выдерживают напряжение. Что уж говорить о наших железных парнях. Даже дамбеллы нужны немного отдыха. Конечно. Сейчас и мы готовы. Готовы объявить следующего участника. Он представляет Российскую Федерацию и живет в славном русском городе Елец. На помост приглашается Александр Кузьми! Мы приглашаем на сцену Александр Кузьмин, представляющая Российская Федерация и города Елец. Поддержка болельщиков! Вес гантелей 110 кг выбрал Александр, но пока неудачная попытка. Вес гантели. Вес гантели. Вес гантели 110 кг. Вес гантели. Вес гантели. Вес гантели. Вес гантели! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Постоянный участник турниров Сиберин Пауэр Шоу по силовому экстриму. Сейчас небольшая неудача, но прямо сегодня у него еще будет возможность себя проявить. К сожалению, Александр Кузьмин тоже получает у нас нулевую оценку. А на помост я приглашаю нашего гостя, друзья, из Франции. Встречайте, самый сильный человек в Франции на протяжении нескольких лет. И сегодня здесь, он здесь, на Красноярской земле. Встречайте, Аурельен Лежон. И теперь, пожалуйста, приглашайте сильнейшего человека в Франции, Аурельен Лежон. Поддержка болельщиков! Давайте покажем настоящее сибирское гостеприимство! Вес гантелей 110 килограммов. Вес 110 килограммов. Друзья, я напоминаю, что гантель необходимо определенным образом вставить, то есть распрямиться во всех суставах, кистевом, плечевом, локтевом. Именно это и не удается сделать большинству спортсменов. К сожалению, заканчивает также с нулевой отметкой. Он не справился с начальным весом, поэтому ему не будут начислены баллы. Ну что же, мы продолжаем, и на наш помост я приглашаю атлета, который сегодня, друзья, выступает с травмой. Поэтому попрошу поддержать. Он россиянин и представляет славный город Мегион. Валерий Савин! Встречаем! Валерий Савин из России. Сегодня он победит с травмой, поэтому он требует экстра поддержки. Поддержка болельщиков! Зрители готовы! Зрители готовы! Как приятно видеть радостно и слышать радостные овации зрителей в случае успеха атлетов. Спасибо вам, друзья! Спасибо за поддержку, ребята! Один подъем зафиксировал Валерий Савин. Попрошу поддержать атлета. Я скажу, сколько остается времени. А остается, друзья, в принципе, практически 50 секунд. Прямо 50 секунд. Зарядим свои энергии, атлеты, на успех! Немножко не хватило Валерию, чтобы зафиксировать снаряд И он заканчивает наступление Но один подъем есть, друзья Аплодисменты Валерию И, друзья, наверное, можем раскрыть Тайну, что Валерий выступает со сломанной ногой Да, кость стопы он повредил всего две с половиной недели назад И оказался здесь на помощь Александр, но я, если честно, не хотел раскрывать Потому что тут представители Министерства спорта сидят Я думаю, вдруг будут Дениса ругать Но я уже увидел, что мне показали И все хорошо Поэтому мы можем продолжать наше шоу Ну что же, друзья А сейчас на площадку Ну вот он уже вышел Я хотел сделать сюрприз Вы видите Я хотел сказать Вы смотрели фильмы про Титанов И вот Титан сегодня На нашей площадке В Красноярске Атлет из Ирана Риза Гейтази Друзья, это самый крупногабаритный атлет в нашем продивизионе Я, если честно, переживаю за помост Когда он бросает Гантелю с величины своего роста Но Денис сказал, что помост выдержит все А я немного переживаю за ступни атлетов Чтобы они успевали их вовремя убирать Когда этот исполинский вес падает более чем с двухметровой высоты Друзья, где ваша поддержка? Поддержали этого Титана из Ирана Есть еще время Друзья, есть еще время У нас практически 30 секунд Поддержали Поддержали Ризу К сожалению, не его упражнение сегодня Но я думаю, он себя проявит аплодисменты Риза Гейтази Рад Риза тоже получает нулевую оценку В этом упражнении Ну что же, а я на помост готов пригласить атлета из Российской Федерации Он представляет город-герой Курск Встречайте Владимир Булгаков Кростоярский, молчим! Поддержали атлета аплодисментами! К сожалению, пока неудачная попытка Время есть еще у Владимира И, друзья, конечно же, есть время для наших аплодисментов Для поддержки атлета Поддержали! Поддержали! Своих россиян, да и не только своих гостей наших Это очень тяжело Это непросто, друзья Поэтому поддержку нашему богатырю громче! Поддержим, поддержим! Тяжелая сегодня гантеля Я понимаю, поэтому я и сказал, что атлеты устали Два дня таких тяжелых испытаний И сегодня не все получается Друзья, поддержку! Красноярск! Аплодисменты! Дайте огня, друзья! Аплодисменты! Владимиру Булгакову, к сожалению, сегодня Ну, тоже, наверное, не его день, а, может быть, просто устал Поэтому нулевая оценка Ну что ж, друзья У нас остался один участник Который не выходил еще на эту сцену На наш помост И он из России Он представляет Омскую школу силового экстрима И на данный момент он является лидером Нашего турнира Я думаю, что сегодня он тоже предпримет попытку Побить мировой рекорд Итак, встречайте Дмитрий Скосырский! И Дмитрий тоже начинает с гантелей весом 130 килограммов Он тоже начинает с гантелей весом 130 килограммов Поддержка болельщиков Зрители готовы! Я вам более того скажу Дмитрий в прошлом году выиграл Сибериан Пауэр Шоу По силовому экстриму И на логотипе соревнований Изображен именно Дмитрий С такой же гантелью Друзья, поддержали? Грубче! Есть одно повторение И Дмитрий выбирает гантель весом 146,5 килограммов И он попытается побить мировой рекорд Это второй атлет, который сегодня предпринимает эту попытку Друзья, вы готовы к рекорду! Красноярск, дайте огня! Вы же горячий город, друзья! Громче аплодисменты! Ай-яй-яй, как близко было! Да, к сожалению, Дмитрий тоже потратил силы И я вижу, для рекорда сегодня не хватает Поэтому меняем гантель на 130 Я замечу, лучший результат принадлежит Давиду Шрамею 130 на один подъем И Дмитрий попытается побить результат Давида Пока у него не получается И я скажу, время А время, друзья, 10 секунд Остается 10 секунд 10 секунд 10 секунд Одно повторение 130 килограммов И я думаю, что с Давидом Шамеем Они делят первое место Ну, друзья, вы видели, что это за атлет Что это за характер И что это за борьба Давайте поаплодируем всем 11 парням Только что выступавшим перед нами Друзья, мы не прощаемся Мы вернемся И следующее упражнение у нас будет Камни Атласа Конечно же, силовые дисциплины Одни из самых зрелищных И Василий Грищенко вернется к нам Вместе со своими титанами А сейчас, друзья, я хочу спросить у вас Какое имя Чье имя повторяется на этой сцене чаще всего? Конечно, конечно же, друзья И прямо сейчас Денис Киюцин Под ваши аплодисменты Присоединится ко мне на этой сцене Для того, чтобы выступить С благодарственным обращением К партнерам и коллегам Отец-основатель Создатель Сайбериан Пауэр Шоу Денис Киюцин Ребят, приветствую Спасибо всем, что пришли Спасибо министерству спорта, которая нас поддержала Но помимо министерства, которое нам дало в этом году новое дыхание В Сибириан Пауэр Шоу Мы смогли нас видеть на совсем другой уровень У нас есть наши партнеры, которые каждый год регулярно нам помогают И мы не можем их не отметить сегодня Итак, ребят Приглашаю представителя компании Джантана Яна Кузнецова Ты где? Это чемпионка Самая легендарная в фитнес-бикини России Сразу же хочу позвать Сейчас я вас всех вызову Ваши аплодисменты легендарной чемпионке У меня есть друг, которого я знаю очень давно И недавно он решил завязаться со спортпитом Женя, иди сюда, компания Эклиптика Компания Бумбар Это крупнейший производитель батончиков И не только в России У меня есть товарищ Мы познакомились в спортзале И он мне как-то раз говорит Денис, давай я тебя поддержу, наверное Ну я думаю, я говорю Слава, дорого, понимаешь? Это же не игрушки Это же Сибириан Пауэр Шоу Ну он говорит, знаешь, а я как-то за добро постоянно Вячеслав Меркушев, компания Энерго Альянс Генеральный спонсор Сибириан Пауэр Шоу Человек, девиз которого за добро Ну и наше Отдельно бы мне хотелось отметить человека Который очень много лет не брал у меня трубку Когда я ему звонил, чтобы он стал генеральным спонсором Ну или вообще спонсором Но потом мы как-то раз И я даже готовил на него целый компримат Потому что ну очень вредный человек Но когда раз мы с ним поговорили хорошо По душам на соревнованиях Просто разговаривали и стали много общаться А потом я звоню, мне нужно на футболке Логотип спонсора размещать генерального Я звоню, говорю У нас где тысячи футболок, будешь генеральным спонсором? Мне просто надо заказывать срочно Он говорит, ну добро, буду Итак, компания Genetic Lab Руслан Халецкий Ну знаете, мне бы хотелось Руслана отметить особо Любимец публики Посмотрите, как его встречают овациями У нас еще есть Енисейская Сибирь Но никто, к сожалению, сегодня не пришел Ребят, спасибо вам Спасибо вам И ребята, спасибо вам всем, что вы нас поддерживаете Каждый год приходите на Сибириан Паво Шоу Благодаря вам мы делаем шоу лучше и лучше У нас мы растем из года в год Я вам гарантирую, все, что мы сделали Это только начало Будет еще круче Наташа меня съест Вы не смотрите, что она маленькая Она очень опасная Именно в Нержиме я познакомился с генеральным спонсором Ребят, спасибо большое Спасибо, что вы с нами И общее фото Я думаю, какое-то сейчас состоится Давайте встанем чуть поплотнее, конечно же И, друзья, чем ярче Чем громче ваши овации Тем ярче улыбки У присутствующих на сцене Спасибо вам, дорогие друзья Давайте еще раз овациями проводим наших уважаемых партнеров И попросим их присоединиться к вам в зрительном зале Дамы и господа Где есть финальные выступления Там и наступает момент церемонии награждения И прямо на ваших глазах Минут 10 назад состоялся турнир по армрестлингу престижнейшей лиги АМС И, наконец, пришло время наградить его триумфаторов Дамы и господа Для участия в церемонии награждения К нам на эту сцену Снова возвращается Директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Сергеевич Уразов И также, конечно же, в церемонии награждения Участвует президент знаменитой лиги АМС Магомед Соломбекович Хаждивдиев Джентльмены, вам слово Ассаламу алейкум Приветствую, сэр Добро пожаловать, всем Ассаламу алейкум Хотелось бы поблагодарить Денису Киютсу В первую очередь За приглашение Такое красивое расшкольное место От души Спортсменам Хочу пожелать дальнейшим Удачи, чтобы они потренировались Всем от души, всем спасибо Благодарю всех Ну что, друзья На торжественное награждение приглашается Два сильнейших спортсмена мира Заслуженный мастер спорта Дмитрий Силаев Который занял второе место И выигрывает сертификат В семь с половиной тысяч долларов Друзья, встречаем его оппонент Который занял первое место Семикратный чемпион мира Семикратный чемпион Европы Представитель Красноярска Виталий Лаличин Чемпион Лиги АМС Семикратный чемпион Европы Представитель Красноярска Виталий Лаличин Выигрывает 15 тысяч долларов Друзья, но это еще не все Деньги уходят Но история остается Внимание Магомед Хажгивдиев Награждает элитным поясом Абсолютного чемпиона Лиги АМС Виталия Лалитина Ваши аплодисменты Сильнейшие руки России Профессиональная лига армрестлинга АМС Дорогие друзья Я напоминаю, что у нас Международный турнир И по итогам церемонии Награждение звучит гимн Страны-победительницы В данной дисциплине Внимание Звучит гимн Российской Федерации Пожалуйста, rise for the national anthem Of the Russian Federation Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ваши аплодисменты, друзья! Спасибо, Красноярск! Итак, друзья, давайте Овациями Овациями проводим Всех присутствующих Почетных участников На этой сцене В дисциплине армрестлинг Редактор субтитров А.Семкин Турнамент И, дамы и господа Прямо сейчас Мы переходим К замечательной дисциплине Которая, наверное, стала Основным кирпичом Таким стартовым Для Сайбериан Пауэршоу Конечно же, я говорю Про бодибилдинг И для анонса Финальных выступлений И приветствия атлетов Я на сцену приглашаю С огромным удовольствием Под ваши аплодисменты Встречайте Президент Федерации Бодибилдинга России Александр Владимирович Вишневский И я приглашаю на сцену Президент Русской Бодибилдинг Федерации Александр Вишневский Давайте овациями Позприветствуем Президента Федерации И легендарного атлета Здравствуйте, дорогие друзья Я рад приветствовать вас на этом Грандиозном спортивном празднике Сибириан Пауэршоу Который проходит уже восьмой раз В Красноярске Вдвойне приятно, что я сам родился в Красноярске Потом переехал Потом с родителями Переехал в Киров Потом в Санкт-Петербург И вот я снова здесь И радует то, что организатором Этого спортивного праздника Была команда Федерации Бодибилдинга России Во главе с Денисом Киюцыным Я знаю Дениса уже Около десяти лет Десять лет назад я был тренером А он был моим учеником Кстати, он был чемпионом Красноярского края по бодибилдингу Хотел бы Дениса сюда пригласить На секундочку Денис Я знал Денис Киюцын Около десять лет Когда я был тренером Он был моим учеником И он был, в то время Чемпион Красноярского края по бодибилдингу Вот, и Он меня как-то спрашивает Когда еще десять лет назад Александр Как вообще можно Вот у меня мысль Какой-то турнир организовать Какое-то шоу Брал у меня советы Но я подумал Как и все молодые Много болтают языком И не воспринял серьезно Но сейчас мы видим Как этот молодой человек Делает грандиозные Спортивные мероприятия Каждый год Нас удивляет Растет масштаб этого мероприятия И, конечно же, спасибо большое Правительству Красноярского края За поддержку Министерству спорта России Но, если бы не было такого фаната Как Денис Киюцын То и не было бы этого мероприятия Аплодисменты Я хочу благодарить Городов, Крассноярского края И Федерации Но без таких фанатов Как Денис Киюцын Денис постоянно мне повторяет Александр Я хочу сделать Лучший в мире Мультиспортивный фестиваль И я думаю Он близок к этой цели Еще раз Пожелаем ему удачи И от лица Федерации И от лица Федерации Бодибилдинга России Хотел бы вручить Денису Памятную награду Бронзовую скульптуру И медаль за вклад В популяризацию Спорта и здорового образа жизни Аплодисменты Аплодисменты И медаль за вкладку Для развития спорта Денис Киюцын Ну Александр Владимирович Как всегда Льстит Ребят Спасибо Александр Владимирович Спасибо Натуральные ингредиенты Бережная подготовка и обработка Полноценное здоровое питание Для жизни Для спорта Для движения вперед Без специального приготовления Только вода И эклиптика Воздух Сверхбыстрый результат Говядина Большая польза в малом объеме Индейка Идеальный обед Гречка Рис Чистая польза Удовольствие от спорта И здорового образа жизни Эклиптика Это правильно Здорово И долго жить Чистый продукт Счастливые люди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр Барауля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Мартынкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий ответ под номером 47. Сегодня это Павел Котлубаев. Павел Котлубаев. Под номером 49 на сцену приглашаю Юрия Романова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стартный номер 50. Достался атлету Антону Герасиму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартный номер 51. Сергей Данилов. Стартовый номер 463. На сцену приглашаю Юрия Сологу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий ответ под стартовым номером 515. Сегодня это Михаил Дидюк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий ответ под стартовым номером 536. Хусейн Хатсон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий ответ под стартовым номером 544. Виталий Фатеев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Александр Мартынкин, Михаил Проскуряков и Артур Шрафисламов Добавил субтитры DimaTorzok 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 Можно сделать музыку погромче Двойной бицепс спереди Широчайшие мышцы Шайп, чест. Грудь бицепс з боку. Батт ту дядзиз, ново байсерс. Спинек судзем, двойный бицепс з задзе. Широчайшее сзади. Поза трицепса, трицепс з боку. Лицом к суде. Мышцы прессы и бедра. Спасибо, господа. Расслабьтесь. Возвращайтесь в линию. Следующая четверка участников. Михаил Дедюк, Хатсан Хусейн, Виталий Фатеев, Эдди Уизан. Двойный бицепс. Двойной бицепс спереди. Широчайшие мышцы. Шайп, чест. Грудь бицепс з боку. Шайп, чест. Ваш фатку redжазлиз. Спинек судзем Двойных бицепс з задзе. До войныя бицепс з задзе. Широчайшие мышцы. Трицепс сбоку. Лицом к судьям, мышцы пресса и бедра. Спасибо, господа. Можно расслабиться. Возвращайтесь в линию. Ну что ж, давайте наградим аплодисментами наших участников. Четыре атлета из этой линейки представляют элит про дивизион. Те атлеты, которые позировались в двух первых пятерках сравнений, это любители, которые прошли сито отбору, чтобы сегодня предстать перед вами. И сейчас судьи выберут лидеров по мнению международного судейского жюри, который сегодня тоже предстоит полностью из судей элитного дивизиона. специально сегодня приехали в Красноярск. И мы ожидаем первый вызов. А вы можете подсказать судьям? Я уверен, что они вас слышат. Расскажите, за кого мы болеем? За кого сегодня болеет Красноярск? Мы должны добиться! Мы должны добиться! Мы должны добиться! КОНЕРСК Уже 8 лет в Красноярске на Сибирь на Пауэр-шоу встречаются лучшие из лучших атлетов. И сегодня это атлеты в формате именно IFBB Elite Pro. Такой статус получают атлеты, которые выигрывают чемпионаты Европы или мира и переходят в состав профессионалов. Еще раз повторюсь, четверка участников, которая замыкает номера, это элитные профессионалы. Среди любителей тоже есть атлеты, которые побеждали на мировых соревнованиях, но они не воспользовались правом стать элитными профессионалами. Мы можем включить свет сейчас на диагональ, подсветить атлетов именно в диагонали. Господа, спортсмены, включайтесь в работу, судьи вас оценивают, ну и зрители вас видят. Давайте поприветствуем наших атлетов, поможем судьям с выбором. Субтитры делал DimaTorzok Итак, я вижу, что первый вызов уже готов. Можно сделать музыку чуть-чуть потише. И мы ждем команды со стороны главного стола, наш хеджадж Виктор Эрнандос, представитель Испании. Андрей Шипелюк Это был фальш-старт Номер двадцать девять, Александр Мартынкин. Номер пятьдесят один. Сергей Данилов. Номер пятьдесят три. Номер четыреста шестьдесят три. Это Юрий Сологуб. Пятьдесят пятьдесят. Пятьдесят пятьдесят. Пятьдесят пятнадцать. Михаил Дедюк. Пятьдесят фортифай. Эдди Уизон. Номер пятьсот сорок пять. Пятьдесят, пожалуйста. Лицом к судьям. Работаем на судей. Это лидеры судей по мнению... Это лидеры категории по мнению судей. Давайте их поприветствуем. Фронт даболь бицепс. Двойной бицепс впереди. Широчайшие мышцы спереди. Шадь в честь. Грудь сбоку. Широчайшие мышцы спереди. Широчайшие мышцы спереди. Широчайшие мышцы спереди. Поздают трицепсом. Трицепс сбоку. Мышцы пресса и бедра. Спасибо, джентльмены. Релакс. Спасибо, господа. Возвращайтесь в линию. Возвращайтесь в линию. Следуйте указаниям судей-при участников. Возвращайтесь в линию. Номер 50. 50-й Антон Герасимов. 544. Виталий Фатеев, номер 544. И это второй вызов. В одну линию, пожалуйста, атлеты. Принцем онлайн. Фронт, дабл байсет. Двойной бицепс впереди. Широчайшие мышцы. Шарк-чест. Грудь бицепс сбоку. Добл бицепс. Спиной к суде. Двойной бицепс в зале. Музыку можно сделать погромче. Давайте поддержим атлетов. Лапс и спрейс. Широчайшие мышцы со спины. Поза трицепса. Трицепс сбоку. Лицом к судим. Абдоминал сантайз. Мышцы пресса и бедра. Спасибо, господа. Смещайтесь на линию. Следующее сравнение. Пятерка участников. Пятерка участников. Номер 28, 32, 45, 47, 536. Александр Барауля. Михаил Проскуряков. Артур Шарафисламов. Павел Котлубаев и Хацан Хосейн. Представитель Ирана. Лицом к судим. Двойной бицепс спереди. Широчайшие мышцы. Грудь сбоку. Спина к судьям. Двойной бицепс сзади. Лято спирит. Широчайшие мышцы. Мышцы пресса и бедра. Спасибо, господа. Можно расслабиться. Возвращайтесь в линию. В одну линию выстраивается вся категория. Добро пожаловать в «Ван Лайн». Все бодибилдеры. Окей. Специально для зрителей музыку погромче. И мы объявляем «Постдаун». Зрительный зал в вашем распоряжении, господа. Приглашаю вас пройти в третийный зал. Приглашаю вас поближе к зрителям. Давайте сделаем это. Ну, когда еще можно прогуляться по Красноярску? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Павел Котлубаев, как местный житель, знает, чем могут закончиться прогулки по Красноярску. Михаил, Павел, приглашаю вас тоже здесь лежал. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Далее нам предстоит турнир по силовому экстриму. Я думаю, самое время подготовить сцену для этого действия. А атлетов мы можем проводить аплодисментами за кулисы. Спасибо. Спасибо, господа. Можно сразу пройти за кулисы. Второй раунд состоится после выступления фитнес-бикини. Александр Глебов, приглашаю на сцену. Василия. Рекламная пауза. Рекламная пауза. До суровых пейзажей тундры и Арктики на севере. Снежная, яркая, дикая, но всегда очаровательная. Открой свое сердце Сибири. Открой Енисейскую Сибирь. Открой Енисейская Сибирь. Личный юридический консультант в энергетике для вашего бизнеса. Не знаете, как разобраться с подключением своих объектов к электричеству? Огромные суммы в договорах на подключение? Не тратьте время и деньги впустую. Доверьте это нам. Специалисты Энергоальянса сделают все грамотно и быстро. Составят необходимые документы и согласуют выгодные условия договора. Экономия средств и времени в 4 раза. Впечатляет юридический консалтинг в энергетике. Энергоальянс. Натуральные ингредиенты. Натуральные ингредиенты. Играет музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рис. Чистая польза. Удовольствие от спорта и здорового образа жизни. Эклиптика. Это правильно, здорово и долго жить. Чистый продукт. Счастливые люди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Енисейская Сибирь. Это сотрудничество трех регионов для общего развития. Енисейская Сибирь. Это мощный потенциал энергетики и богатство природных ресурсов. Это современная промышленность и новые технологии. Это смелые и амбициозные люди. Енисейская Сибирь. Это новый этап развития России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, дорогие друзья, возвращаемся из медитации сюда, на площадку, на главную сцену Сайбериан Пауэр Шоу. И, конечно же, по оборудованию на сцене вам уже понятно, что сейчас на сцену вернутся наши с вами любимцы, профессионалы, представители силового экстрима, возглавляемые президентом Федерации силового экстрима России, Василием Грищенко. Встречаем, Василия! Мы будем продолжать про-строгмэн-компетитацию с президентом Российской Федерации силового экстрима, Василием Грищенко. Ну что ж, друзья, мы снова вернулись к вам на сцену. И вы видите, какое прекрасное сооружение здесь собирается нашими ассистентами. Расскажите немножко о его истории и о том, что ждет наших героев прямо сейчас. Друзья, какими бы вы сильными не были, вы можете делать колоссальную становую тягу, присетать с тяжелой штангой, делать жим лежа, поднимать гантели, и все такое тяжелое. Но истинным силачом вы не будете, если вы не умеете поднимать камни. Испокон веков люди в древности показывали свою силу и поднимали камни. И сегодня, друзья, у нас предстоит особое зрелище. Мы, друзья, увидим, кто станет сегодня королем камней! Какие веса камней мы сегодня можем предложить нашим героям? Друзья, упражнения подъем камней атласа в виде эстафеты. Круглые камни в диаметре от 50 до 52 сантиметров имеют вес 180 килограммов, 200 килограммов, 220, 236, 250 и 260 килограммов. Атлет может начать сразу с тяжелого камня? Конечно, правила такие же, как и в гантели. Мы можем сразу начать с тяжелого, с рекордного камня. И дальше, если не получилось, вернуться на более легкие. Можем идти поэтапно, что, конечно, бы я, как в прошлом тренер, бы и порекомендовал нашим атлетам сделать. Потому что, к сожалению, один атлет у нас уже выбыл из-за травмы. Это Александр Кузьмин. The athlete can start with any stone he prefers, whether the lighter or the heavier one. Александр Кузьмин has withdrawn from the competition. Таким образом, у нас остается десятка атлетов. So we've got 10 athletes left. Ну что же, друзья, площадка готова, а Красноярск готов увидеть суперзрелище сегодня, друзья. Бурными аплодисментами поприветствовали наших богатырей. Не побоюсь этого слова, потому что в Российской Федерации мы переходим на русский с недавнего времени. Итак, на площадку я приглашаю атлета из Франции. Арильен Лежон, друзья, встречайте! На площадку я также приглашаю нашего международного судью президента Американ Стронгмэн Корпорейшн Дион Мастерс. Ваши бурные аплодисменты. Добро пожаловать на наш интернешний суд. Кто бы мог подумать, что в Соединенных Штатах Америки сильными мужчинами может управлять вот такая очаровательная женщина. Вот так, друзья. Сколько времени на подъем есть у парней? Сколько времени на подъем на задание? Две минуты отводится атлету, чтобы поднять самый тяжелый камень. Но, естественно, если не получилось, он может продолжать поднимать более легкие уже на количество подъемов. И стартовый камень для нашего французского Титана 200 килограммов. Друзья, это хорошая заявка. Высота планки 1 метр 30 сантиметров. 200 килограммов. На помосте Орельен Лежан, Франция. Поддержку! Камень весит 200 и поддержка на 200 процентов! Задание началось! Вот это да! Есть один подъем аплодисмента, друзья! One rep done! И что же он берет в другой камень? 220! Почти как 220 вольт символизирует высокий энергетический заряд в пространстве вокруг сцены. 220 килограммов. Друзья, где ваши аплодисменты и поддержка? И этот вес, да! Отличный результат! Ты врезал, ты в реконе. И вес следующего камня. Он блестит, как бильярдный шар. 236 килограммов. Серьезный вес. 236. Друзья, поддержали! 236 килограммов. Громче, громче аплодисменты! Французский атлет заканчивает выступление с результатом 220 килограммов. Аплодисменты нашему гостю. И напоминаю, что это заключительное задание, и на этом уважаемый Аурелиан заканчивает свое выступление на турнире и ждет результатов выступления его последователей и преследователей. А на наш помост я приглашаю атлета из России. Попрошу поприветствовать его бурными аплодисментами. Рамиль Рамазанов, город Кузнецк. Здравствуйте! Рамиль Рамазанов, город Кузнецк. И 200 килограммов стартовый вес заказывает себе Рамиль Рамазанов. Рамиль стартовый вес заказывает себе Рамиль Рамазанов. Рамазанов, город Кузнецк. Уверенный переброс. Но я так понимаю, француз задал хороший темп, и Рамиль не сдается. Аурелин has set the bar really high, and now Ramin requests for 220 килограммов. Все нормально, все нормально, поддержим нашего героя. И будет работать до предела с двухсоткой. Рамиль returns to 200 килограммов to work for reps. Поддерживаем, поддерживаем, все вместе с Рамилем поднимаем этот камень. И да, есть второе повторение. Отличный результат. Сколько же остается времени, мы сейчас посмотрим. У Диоан. Диоан тайм. Друзья, еще 40 секунд. Ваши бурные аплодисменты помогут Рамилю поднять этот камень еще один раз. Поддержали! 40 секунд to go. Рамиль Рамазанов, Россия, город Кузнец, два подъема. Но это пока второй результат. Но сейчас на нашу площадку я хочу пригласить нашего героя, который выступает с траммой. Встречайте, Валерий Савин, Россия, город Мегион. И по-прежнему 200 килограммов стартовый вес, поддерживаем спортсмена. Стартовая позиция, поддержка болельщиков. Работа началась. Уверенно первое повторение выполняет рослый Валерий. Валерий не идет на вес 220. Он решил пойти на 200, но на количество. Наверное, это правильно в его положении. Поддержали Валеру, друзья, поддержали! Валерий предпочитает работать с 200 килограммами для рипа. Вот сейчас все вместе! Встали! Чуть-чуть подтянулись! Еще немножечко аплодисменты, поддержали надо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, почти! Неудачная попытка. Это будет максимально близко. Друзья, еще практически 50 секунд. Валера, 50 секунд. Надо настроиться, и ты сможешь. А мы, друзья, поддержим аплодисментами Валерия Савина. 50 секунд. Валерий Савин. Побежал, собрался! Аплодисментами энергию получил 30 секунд! И сейчас делаем все вместе! Остается 15 секунд. К сожалению, да, неудачный подход, но он боролся, друзья. Аплодисментами провожаем Валерия Савина. Он боролся, но это конец для него. Александр, вот у меня вопрос такой. Как вы думаете, в этом упражнении рост имеет значение? Я думаю, что безусловно, потому что планка бескомпромиссна для всех. 130 сантиметров. Ну, вообще, вы правы. И сейчас мы убедимся, так ли это. На площадку я приглашаю самого высокого атлета Титана из Ирана. Риза Гейтази, ваши бурные аплодисменты. Поприветствовали. The tallest athlete. Риза Гейтази, coming from Iran. We will see whether the height matters in this discipline. Какой же вес пойдет, Риза, мы сейчас узнаем. Мне самому интересно. Я думаю, классика 200. Все-таки 200 килограммов. Или нет? Друзья, но я пока вам расскажу про один нюанс в этом задании. Может быть, вы обратили внимание, что спортсмены используют специальный клей для того, чтобы у них в руках не скользил этот исполинский снаряд. Клей очень дорогой, и каждый спортсмен его бережет, как зеницу ока, и приносит с собой индивидуально. Итак, 200 килограммов, первый камень. Результат начинает 200 килограммов. Поддержка болельщиков! Стартовая позиция. Поехали на бар. Поехали на бар, пожалуйста. Как легко перекинул, друзья. И следующий камень, друзья, не 220. 220 он пропускает. Следующий камень. 236 килограммов. Результат держит 220 и исправит 236 килограммов. Поддержим смелую попытку иранского гиганта! Уверенно! Ладно, это делает, друзья! Вот я про это и говорил. Рост имеет значение. Рост решает. И какой у нас следующий вес? 250. 250 килограммов. Следующий камень для атлета из Ирана. Друзья, поддержали аплодисментами! Хайджи реально важен. И следующий камень у нас 250 килограммов. Больше минуты есть еще у атлета. Он крикнул, почему вы молчите, друзья! Поддержали! И он делает это! 250 килограммов! Вот это настоящий титан! Он спрашивает у своего тренера еще раз или пойти на 260. У нас есть камень 260, но тренер сказал нет. 20 секунд! 20 секунд! 20 секунд! 20 секунд! 20 секунд! 250, попробуй это еще на раз. Поддержали, друзья! Аплодисментами! Another round! 10 секунд! 10 секунд! 5 секунд! Время вышло! К сожалению, к сожалению, время закончилось! Друзья, аплодисменты! Риза Гейтази! Титан из Ирана, друзья! Риза Гейтази, the titan from Iran! Устанавливает рекорд наших сегодняшних состязаний, который будет ориентиром для всех остальных атлетов. And this is the record for now! Сможет ли еще кто-то справиться с камнем 250 килограммов, а то и 260? Мы по-спортивному очень надеемся, что да! И не один раз! Прямо здесь, через несколько минут. Было бы здорово, если бы кто-то из россиян тоже, так сказать, ответочку сделал и тоже поднял 250, но мы посмотрим. Итак, друзья, а пока я хочу заметить, что рекорд России до сих пор не побит в этом упражнении. И как вы думаете, кто рекордсмен? Конечно, я знаю, что это излюбленное упражнение Михаила Кокляева. И, естественно, 245 килограммов. Это рекорд России. И этот камень Михаил Викторович Кокляев поднял на таком же шоу, но только в Америке, на Арнольд Классик! И, насколько я знаю, Михаил сейчас тоже с нами. Он ведет трансляцию для тех, кто не смог присутствовать здесь, на стадионе. Михаил транслирует и общается с болельщиками. Я думаю, что с особой теплотой смотрит свое излюбленное упражнение. Ну что ж, мы продолжаем. И на площадку я приглашаю атлета из России. Он представляет город Курган. Встречайте, Петр Бухонов! Великобритание, Петр Бухонов из города Курган. И Петр выбрал камень тоже 200 килограммов. Поэтому попрошу Красноярск поддержать Петра. Поддержим все вместе, поднимем, перебросим! Уверенно! Уверенно! Если мне не изменяет память, Сан Петр весит 127 килограммов. В общем-то, легковес для силового экстрима. Да, 127 это, скажем так, середничок такой, легенький, да? Потому что вы сами заметили, у нас все богатыри от 150. Поддержали! Поддержали, Петра Красноярск! Все вместе подняли камень! Поднялись! Еще есть время! Еще более одной минуты! Одна минута еще! Надо собраться, Петр, и не торопиться. Есть время отдохнуть и настроиться на второй подъем. Петру, конечно, не хватает роста, поэтому камень ему приходится поднимать гораздо выше соперников. 45 секунд работы в одежде с кабаленчиков! 45 секунд. 30 секунд! 30 секунд! Устал, устал, конечно, Петр, но хороший результат! 200 килограммов, ваши аплодисменты! Ну что ж, друзья, а вот сейчас будет очень интересно, потому что я хочу пригласить на площадку атлета, который является рекордсменом Америки в подъеме камней Атласа. Его рекорд 256 килограммов. И я приглашаю... Уэсли Клэбборн, друзья! Соединенные Штаты Америки. Штат Джорджия! И он начинает с веса 236 килограммов. 236! Уэсли Клэбборн держит американский рекорд в Атласа. И его рекорд 246 килограммов. Сейчас он начинает с 236 килограммов. Давайте по техам американского богатыря. Он быстро собирается перезарядить на другой вес. Так, мы посмотрим. Он меняет на камень весом 200. 220. 220, да. Уэсли Клэбборн, я так понимаю, что-то склеиваю у него произошло, и скользят руки. Почему-то, да, почему-то показывают руками, что скользят руки. Серьез! Есть такая проблема. Иногда атлеты имеют, скажем так, особенность. Потеют руки, и клей не очень хорошо ложится. И вот, скорее всего, это и случилось с Уэсли. Он не может захватить камень, он у него просто соскальзывает. Понижали атлета, понижали. Десять секунд! Уэсли у него есть проблемы с усилиями, он не может держать стону. Давайте посмотрим, что он может обеспечить. Еще 30 секунд! Что происходит? Друзья, ему осталось только перекинуть камень весом 200 килограммов, чтобы не получить нулевую оценку. Есть время. Поддержали Уэсли! Уэсли у него будет 200 килограммов. И он делает это, друзья! 200, есть один подъем. Еще 5 секунд, 3 секунды, 2, 1. Поддержим. Поблагодарим атлета за выступление. Ну что же. Да, друзья, вот так случается. К сожалению, не получилось у атлетов оказать результат. Но вот представляешь, чемпион Америки. 256 килограммов. Приехал в Россию и не смог справиться. И только 200. Что может быть? Как ты думаешь? Я думаю, что на самом деле он приехал уже не первый раз. И в прошлый раз он приезжал со своей подругой. И именно здесь принял решение на ней жениться. И сегодня они здесь вместе. Его жена выступала по любителям женщинам. А он выступает сейчас. Так что давайте поаплодируем замечательной паре из Соединенных Штатов, которая обрела любовь здесь, в Сибири. Красноярске, друзья! Красноярск, бурные аплодисменты! Ну что же, а на площадку я приглашаю атлета из России. Встречайте, он представляет город-герой Курск. Владимир Булгаков! Владимир решил, так сказать, не рисковать и начать с самого маленького камня. 180 килограммов. Стартовая позиция. Поддержка болельщиков! Уверенная работа! И 200 килограммов. Следующий камень. 200, да, 200. 200 килограммов. Чем больше вес, тем громче поддержка. Помните правила! Сейчас иранский атлет вышел поддержать. Или наоборот проконтролировать, чтобы никто не побил его рекорд. Но мы это все поддерживаем Владимира! Уверенный переброс! 200 килограммов. Отличный результат. Владимир Булгаков идет... Одна минута еще есть у атлета. Еще столько же, сколько он работал, у него есть по времени. Красноярск поддержали россиянина Владимира Булгакова. Поддержку! There is still time for another rep. Все вместе взяли! Все вместе перебросились! Три подъема! 30 секунд! 30 секунд! 30 секунд! Есть время поднять еще раз! Поэтому, друзья, давайте поддержим атлета Владимира Булгака! 15 секунд! Собрались все вместе! 15 секунд! Напряглись и перебросили! Отличный результат у Владимира! 4 подъема! Но я так понимаю, что среди россиян он пока на первом месте. Больше не поднял никто. 200 у нас в Рамиле Рамазанов два раза, по-моему, поднял. И все! Получилось даже небольшое кардио! 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 200 на 4! Подышал спортсмен! Сколько вы можете раз перекинуть камень Адласа Лиска? 4! Так, за 2 минуты размялся и все! Ну что же, друзья, вот сейчас вы видите, на площадке он уже вышел. Еще один титан из Ирана, Пейман Махирипур. И сегодня он тоже будет пробовать пить рекорды. И Денис Киютсен специально для него заказал камень весом 260 килограммов по его просьбе. Поддержка болельщиков и готовы к рекордаам! Еще один титан из Ирана, Пейман Махирипур, пытается на просьбе рекорды. И особенно для него, Денис Киютсен поднял камень 260 килограммов. Уверенные 200, дальше 236 килограммов. 236! Друзья, а где поддержка Красноярск? Сегодня иранцы решили поднять все самые тяжелые камни в Красноярске. 236 килограммов. Уверенная работа! Аплодисменты Пейману! И он заказывает 250 килограммов, как и его товарищ по команде из Ирана. Вот это интересно! Александр, как вы думаете, справится 250? Я всегда надеюсь на лучшее и желаю атлету триумфа. Так что думаю, что да. Одна минута! Одна минута, Пейман! Одна минута! Поддержим атлета! Красноярск! Давайте поаплодируем этому Титану из Ирана. 250 килограммов. Все вместе взяли! 30 секунд! 33 секунд! Вы имеете 33 секунды для этого движения! 236! 236! Они говорят ему, но не поднял 250, подними хотя бы 236 на 2! 20 секунд! 10 секунд! Устал, говорит! Ваши аплодисменты! Друзья, я попрошу немножко тишины. Пейман хочет сказать пару слов о Российской Федерации. Ну и вообще, пару слов. 30 секунд! 21 секунд! 224! 213! 223! 224! 233! 225! 245! 245! 245! Мы тоже любим тебя! Да, действительно, у нас остались два участника, и они по итогу турнира являются лидерами. Один занимает второе место в итоговой таблице, другой первое, и оба они представляют Российскую Федерацию. И сейчас мы будем готовы пригласить их к этому упражнению. Я думаю, что еще россияне себя покажут и поднимут тоже тяжелые камни. Атлеты готовы! Болельщики готовы! Итак, друзья, на площадку я приглашаю атлета из России, ему 26 лет, он проживает в славном городе Белгород. Аплодисменты, друзья! Встречаем Давида! Камень весом 200 килограммов заказывает Давид. This stone is 200 килограммов. Поддержка болельщиков. Давид наносит клей на камень, может себе это позволить. Разогревает клей своим горячим дыханием. Очень много нюансов. Это не просто грубая физическая сила. Это техника, это тактика, это Давид Шамей, один из сильнейших российских атлетов. Давайте же его поддержим! Уверенные 200. 200 на один раз поднял. Я так понимаю, что Давид решил не рисковать. Да, кстати говоря, Давид тоже один из самых легких супертяжеловесов. 117 килограммов веса белогородского спортсмена. Поддержали Давида. Два повторения. Где поддержка, друзья? Два рэпса. Одна минута, десять секунд. Еще мало времени. Ну что, друзья, собрались все вместе. Камень почти в два раза больше Давида, но он справится, мы не сомневаемся. Вот сейчас все вместе. Три подъема. Три подъема у Давида Шамей. Но лучший результат четыре. 35 секунд, 35 секунд. 35, 35. 35 секунд. Три рэпса done. Без результатов до сих пор. Четыре рэпса. Красноярск поддержали Давида аплодисментами. Поддержку атлету. Все вместе собрались. Все вместе потянули, распрямились. Забросили четвертый раз. И остается пять секунд. Ну что, еще один кардиоотрезочек двухминутный. С четырехмя камнями. Нам всем, и в первую очередь Давиду Шамею, в зачет. Подважно аплодисменты. Аплодисменты Давиду. Четыре подъема у Давида. Четыре у Владимира Булгакова. Все-таки Давид лучший. Владимир Булгаков первый подъем сделал 180. Все правильно. Аплодисменты Давиду. И он занимает первое место. Ну, среди россиян. Потому что иранцы, конечно, показали фантастический результат. Ну что ж, друзья, у нас остался еще один атлет, который не выходил на нашу сцену, на этот помост. И он представляет Российскую Федерацию. На данный момент является лидером нашего турнира. Он из города Омск. Воспитанник Омской школы силового экстрима. Встречайте, Дмитрий Скосырский. И now, please welcome Дмитрий Скосырский, the leader of the competition, representative of Opsk. Победитель Siberian Power Show по силовому экстриму 2022 года готовится повторить результат. Год спустя, когда турнир стал круче и сам Дмитрий стал еще сильнее. Ваши аплодисменты. Это заключительное выступление по стронку на сегодняшней сцене. Давайте же возьмем максимум и дадим максимум энергии атлету. Легко справляется с камнем весом 200 килограммов. И следующий камень. 220 поддержки. 220 килограммов. Поддержка болельщиков возрастает. 220 килограммов. Друзья, почему мы молчим? 220 килограммов. Аплодисменты Дмитрию. Следующий камень, я так понимаю, будет 236. И что у нас со временем? Вот и болтайминг. А что у нас с поддержкой болельщиков? 236 килограммов. 236 килограммов. Одна минута. 236. Одна минута. Сплошные цифры на нашу голову. Но это того стоит. Красноярск поддержали Дмитрия. 236 килограммов. Дмитрий говорит, хватит, я устал. Хочет порвать майку. И сил ему хватает. Аплодисменты Дмитрию Скозырскому. Любимец публики. Возбедитель Сибириан Пауэр Шоу 2022 года. Дмитрий Скозырский. Готов выступить по бодибилдингу. Судьи АйТи Би оценили. Подожди, подожди. Я в прошлый раз на прошлом Сибириан Пауэр Шоу, когда Дмитрий делал то же самое, я Александра Вишневского спрашивал. Говорю, возьмешь его в бодибилдинг? Вот я сейчас хочу спросить Александра. Саша, как Дима с прошлого турнира добавил? Добавил? Подсушить. Все. То есть сегодня он чемпион по силовому экстриму, завтра ты его берешь, подсушиваешь и на бодибилдинг Денису. Отлично, друзья. Аплодисменты. Аплодисменты Дмитрию Скозырскому. Ты знаешь, Василий, а мне нравится идея совмещения какой-то силовой работы и позирования, как вот в древние времена атлетизма, ну или в начале 20 века. Ну да, старая школа, олдскул. Абсолютно верно. И прямо сейчас, дорогие друзья, на этой сцене, для того, чтобы оттенить эпические силовые зачеты, которые выполняли спортсмены, их огромные формы, да, там атлеты весят 150-160 килограммов, мы пригласим на сцену красивых девушек. Замечательная, одна из любимейших зрителями номинация. Фитнес-бикини. И, конечно же, комментировать ее будет непревзойденный золотой голос российского бодибилдинга Дмитрий Корнюхин. Мне кажется, это поистине прекрасный ход, вот после таких брутальных парней пригласить нежных и красивых, обворожительных девушек. Да, а то я уже начал волноваться, потому что я вот уверен, что иранские парни камни-то они видели, а вот девушек в бикини уверен, что нет. Но на иранских чемпионатах женщинам, в принципе, запрещено выступать, вы понимаете, да? Там только мужские соревнования по бодибилдингу. То есть атмосфера в подтрибунном пространстве накалилась, наэлектризовалась на 220, как и вес одного из шаров. Но я хочу сказать, что в бодибилдинге иранская команда в мужском бодибилдинге одна из сильнейших в мире. По классическому бодибилдингу, по категории мэнс-физик, и также в мужских категориях это одни из сильнейших атлетов в мире. А вот в женском бикини Россия номер один, без сомнения. И сейчас вы увидите лучших из лучших наших представительниц этой номинации. Обычно на чемпионате России, который состоится в этом году уже буквально через пару недель в Санкт-Петербурге, через три недели, если быть точным, выступает порядка 500-600 участниц номинации только в фитнес-бикини, только в этой номинации. И вот выборка из этих 500-600 участниц, как раз сегодня лучшие из лучших выйдут на сцену. И мы в ожидании. Я просил, чтобы они не разбили сцену окончательно. Да, друзья, мы ждем с нетерпением. И знаете что, давайте вот сейчас между крепкими парнями и девчонками поаплодируем нашим уважаемым ассистентам. Посмотрите, какую титаническую, незаметную, но очень важную работу они выполняют. И им очень важна наша благодарность и овации. Те камни, которые атлеты перекидывают, через вот это препятствие, ребята втроем пытались закатить на помост сейчас за кулисами. Они его отнесли из-под трибунного помещения, используя там очень странную и тяжелую технологию. Окей, ну что ж, мы готовы к дальнейшему нашему мероприятию. И ожидаем номинацию фитнес-бикини для дефиле. По одной мы будем приглашать девушек на сцену. Я могу только встать посередине, но эту дырку попытаться закрыть. Приглашаем участниц по одной для дефиле. Первый на сцену я приглашу участницу под номером 290. Сегодня это Мария Рам, представляющая Россию. Мы проверили все крепко. Мария Рам. Welcome to the stage. Привет. Прошу приветствовать участницу номеру 290. Мария Рам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Участница под номером 305. Арина Богданова, Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующая участница под номером 345. Алина Исаева. Прошу приветствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующая участница номер 359. Александра Бузмакова. Прошу. А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Стартовый номер 409. Остался Татьяне Чайка, Россия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Следующая участница под номером 421. Прошу. Наталья Хабарова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующая участница под номером 431. Елизавета Батурина. Прошу приветствовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под стартовым номером 525. Приглашаю на сцену Анастасия Золотая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Стартовый номер 535. Сегодня у Ирины Пименовой. И прошу приветствовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну что ж, участницы представлены. Я прошу поаплодировать всем участницам этой категории. Лучшие из лучших. Фитнес-бикини на сцене Сибириан Пауэр Шоу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я прошу включить свет на центр сцены, засветить первую линию. Мы переходим к сравнению по порядку номеров. Приглашаем первую шестерку участниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам нужен весь белый свет, так же, как это было на соревнованиях мужчин. На первую линию равномерно засветить всю первую линейку. А зрители, я прошу приветствовать участниц. Еще раз повторюсь, сегодня лучший из лучших участниц номинации фитнес-бикини в России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поворот направо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПИНОК СУДИН Поворот направо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лицом к судьям. Спасибо, дамы. Возвращайтесь в линию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно наградить участниц с аплодисментами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 431 становится середина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один шаг влево, пожалуйста, сделайте. Номер 431 на середине. В одну линию, пожалуйста, дамы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поворот направо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поворот направо. Товарок на право. Лицом к суде. Благодарим вас, дамы, возвращайтесь в линию. Пока девушки стоят на диагональных линиях, было бы неплохо направить свет на них. Давайте это сделаем, чтобы судьи видели наших участниц. Ну и зрители, конечно, тоже. Сейчас происходит выбор лидеров категории. Я напомню, что среди 11 участниц 9 прошли через сито отбора. Вчера они соревновались для того, чтобы попасть на эту сцену. Это любители. А две девушки представляют элит про дивизион. Я думаю, что вы сами знаете, кто они. Но для судей сегодня это не имеет никакого значения, потому что должна победить лучшая из тех, кто стоит сегодня на сцене. Если вы за кого-то болеете, можете подсказать, какой номер нужно пригласить для первого сравнения. Можно сделать музыку чуть-чуть потише. 305 я услышал. 305. 345. 4, 2, 1. 421. 5, 2, 5. 525. 5, 3, 5. Номер 535. 525. Номер 305. Арина Богданова. Номер 345. Алина Исаева. Наталья Хабарова. Анастасия Золотая. И Ирина Пименова. Это лидеры категории. Давайте их поприветствуем. Топ-5, которую выбрали судьи. Я надеюсь, что весь свет сейчас направлен на переднюю линию, и его достаточно. Боковой свет, если можно, на переднюю линию распределить максимально. Благодарю вас. П Vatertel вверху. П armored and to the back. Партер яานенко. Партер перед руками. Партер Ana к заднюю линию. необходимо сделать перестановку Поворот направо Реар спины к судим Лицом к судим Благодарим вас девушки Смещайтесь на линию Извините Рената мы поспешили Девушки пожалуйста Возвращайтесь в линию 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 Девушки, они проходят за кулисом. А, нет, секунду, конечно, что я говорю. Они производят смену. Давайте им поаплодируем. Попробуй обратно на правую сторону. На правую сторону. Вверх. Спиной. Вверх. На правую сторону. Вверх. Лицом судьбом. Спасибо, дамы. Возвращайтесь в линию. И все остальные, пожалуйста. 290, 381, 416. 1A, пожалуйста. Третье сравнение. Участница. Давайте их тоже поприветствуем. Вверх. 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 Спины к судьбе Поворот направо Лицом к судьбе Необходимо сделать смену Поворот направо Спины к судьбе Спины к судьбе Направо Фронтальная позиция Все участницы выходят в одну линию Всех участниц приглашаем в первую линию На этом сравнение категории фитнес-бикини будут завершены в этом раунде Можно поблагодарить девушек аплодисментами И под аплодисменты зрителей мы провожаем девушек за сцену, за кулисы Мы встретимся с ними в финале Это был полуфинальный отбор Ну а судей я прошу приготовиться оценивать произвольные программы в категории мужчин Раунд рутин Так называется Следующее действие, которое будет происходить на сцену По одному атлеты будут выходить на сцену и показывать свои произвольные программы Первым атлетом, которого я приглашаю на сцену, номер 26 Андрей Шипелюк Можно приветствовать атлета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Шипелюк Следующий атлет под номером 28 Александр Барауля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретимся и за секунду проносится ночь Но вечность и черный разлук обрушится вновь Так почему же мы все разбегаемся прочь Зная, в каком направлении наша любовь Мы друг для друга давно стали как зеркала Видеть тебя и все чаще себя узнавать Нитью незримой нас намертво шила игла Так больно, когда города нас хотят разорвать Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте Через тернии провода Небо только в нем мучиться Тучкой маленькой я вернусь И над твоим крохотным домиком Разблюдаюсь косым дождем Знаешь, я так соскучился Александр Барауля, номер 28 Следующего атлета приглашаю на сцену номер 29 Александр Мартынкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Номер 29 Александр Мартынкин Следующий атлет по старту номер 32 Приглашаю на сцену Михаила Проскурякова Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сергей Данилов. Следующий атлет по номерам 463. Юрий Сологуб. 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 Юрий Сологуб.